Добрый день, участники нашей встречи. Начинаем работу по теме дыхания и ароматерапии для активного долголетия. Первый вопрос, конечно, контрольный. Какие условия связи? Если проблемы есть, то напишите. Техническая служба проверит, что и как. Тема старения, она, в общем-то, актуальна для всех, поскольку это процесс в природе универсальный, стареет даже Вселенная, не говоря о человеке. Так как я начал заниматься вопросами оздоровительных различных методик еще с советских времен, с метода Бутейка, то периодически какие-то интересные моменты, какие-то важные факты, извините, откладывались не только в голове, но и в архиве. И, в принципе, когда подошла эта тема, казалось, что материал очень большой. Ну, насколько можно было конкретно сжато, я его подготовил. Если будут дальнейшие вопросы в отношении себя, либо родственников, не стесняйтесь, можно на сайте всегда задать вопрос уже и после вебинара. Но вот что интересно, когда мы слышим и читаем с вами различные ссылки на Библию, на священные писания, кто там жил 800 лет, 1000 лет и так далее. Вот очень интересный момент, очень интересно сопоставить то, что написано в одной из священных книг, и то, что говорит современный специалист по генетике старения. Вот в книге «Бытия» написано «Сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плывут». Ну вот Стивен Коллс, специалист Всемирной организации по старению, доктор медицины, на основании многолетних исследований, конкретно заявляет, складывается впечатление, что на уровне генома существует невидимый барьер, который мешает Homo sapiens прожить больше 125 лет. Мы видим с вами полнейшее совпадение того, что написано в священной книге, и то, что показали исследования на уровне генетики. Поэтому, ну хотя бы 100 лет прожить в добром здравии, это уже счастье. Важна ведь не длительность жизни, но и качество ее. Никому не хочется быть дряхлым, маразматиком, лежащим на подкладном судне. Вот для этого мы с вами эту встречу сейчас и проведем. Я думаю, она всем пригодится. Если говорить о статистике мировой, вот это опять же американская организация, она просмотрела в течение длительного времени, и оказается, что средняя длительность жизни у нас на планете далеко не 120 лет, всего-то 67-68. И страны, которые идут по количеству долгожителей, от 80 и 100. Италия, Австралия, Гонконг, совершенно какой-то сказочный Гернсим, небольшой островок, который является автономной политической зоной. Андорра, Сан-Марино, Сингапур. То есть далеко не такие великие страны, как наша великая Россия, но люди живут хорошо, припеваючи. Конечно, всем известен факт долгожителей Японии. Пожилые люди там составляют достаточно большое количество населения, и это уже является определенной проблемой для социальных служб. Но что интересно, вот молодец доктор Сигайки Хенахара создал ассоциацию новых стариков, чтобы люди не просто доживали, а жили активно. И интереснейший оазис этого кинава, всем известно, что это действительно феномен по количеству долгожителей. Или не зря они там написали себе о кинава, столица долгожителей. Но самые, скажем так, полноценные, это Макао и Монако. Маленькие государства, но люди живут с удовольствием. И обращаю ваше внимание на такой феномен, есть интересный город Лома-Линда. Там 30 лет, уже более 30 лет никто не курит, это достоверные факты. Количество долгожителей там очень большое. То есть, что интересно, когда я смотрел документальный фильм об этом городе, оказалось, что в этом городе большое количество церквей и примерно такое же количество спортивных залов. Когда люди, которым 70-80 лет, ходят, не стесняясь, любой день. И до церкви, и после церкви. Ну, там жить интереснее. Еще два таких интересных феномена. Это город Бама-Китай, где средняя жительность 87 лет. Но здесь хорошие климатические условия. Стабильная температура 26. В раю живут люди, в принципе. Никакой нагрузки на адаптационные системы. Это не наша Сибирь. Здесь сегодня снег, завтра дождь, а послезавтра опять мороз. То есть, качество воды, всем известно, влияет на качество здоровья у них. Очень хорошая фильтрация через естественные пещеры. Плюс, вот он, микроэлемент селин. Очень важный для долголетия. Ну, и поскольку лошадь местности пересеченные, люди гуляют постоянно. Тем более, ходят через пещеры. Мы знаем, что есть такая методика оздоровления, спелеотерапия. Ну, соляные шахты, самый известный вариант. У них там естественные шахты. Вот они по этим пещерам прогуливаются. Естественно, и физическая нагрузка, и такая климатотерапия в пещерах. Ну, порадуемся за них. Туркменистан. Вот тоже интересный факт. Они у меня так накапливались. Феномен, который отражает именно влияние качества пищи на долголетие, ну, и часть качества курения, наличия или отсутствия курения. В Туркменистане, сами знаете, климат очень серьезный. Но вот, как считают специалисты, баранина, она постоянно у них находится в рационе. И поскольку содержит большое количество стеариновой кислоты, которая потом приблизуется в олеиновую, кстати, из-за этого очень ценится оливковое масло, то вот это, наличие такого продукта оказывается одним из факторов, влияющих на долголетие. Раз. И второе. Всемирная организация здравоохранения называла страну самым низким процентом курильщиков. Это Туркменистан. Два таких интересных фактора. Ну, и всем известно о феномене долгожительства высокогорных курортов. Это Вилкобамбы, это Цент-Ант, горные регионы, где люди находятся, счастливо, на высокогорном плато, где понижено содержание кислорода, адаптация к гипоксии, как один из факторов, стимулирующих неспецифическую резистентность, ну, плюс физическая активность и очень, скажем так, ограниченные рационы, где нет излишних консервантов, излишних сладостей. То, что можно назвать здоровой пищей, ну, от природы. Это загадочные экзотические места, но тем не менее и наша территория, наше, в общем-то, государство российско-славянское имеет некоторые феномены, в частности, вот такой феномен в Белоруссии. Гродненская область, где более 130 граждан в возрасте от 100 лет. Это феномен, который никто не может объяснить, но есть исторические ссылки о том, что еще в давние времена были легенды про загадочных здравяков, которые были метра по два. Ну, богатыри. Почему их называли вели-люди. И вот это вот славянское долголетие отражено в выражении Николая Карамзина, видите, как он писал, у славян столетие называлось веком, то есть жизнью человеческой. Как бы норма 100 лет. Раньше неприлично уходить из жизни. И в одном из исследований, таком математическом, я нашел вот такую интересную математику по долголетию, по столетию. Посмотрите, что такое 100 лет в плане различных временных интервалов. 100 лет это 1200 месяцев, 5218 недель, дни, часы, минуты и даже секунды. Вот я и посмотрел и подумал, что не думая о секундах с высока, из них и состоит столетие. И каждая секунда неповторима. Хорошо, если она проходит у вас в хорошем самочувствии, в добром здравии. И тракт 3 миллиарда 150 миллионов 414 тысяч 400 секунд. Это век. Наша страна, к сожалению, не отличается высоким уровнем здоровья. Исследование специалистов по этим проблемам показало, что при оценке 188 стран Россия оказалась на 107 месте. Рядом с Гондурасом. Какина печальная. Если говорить сравнение по мировой статистике, то последние 23 года, ну это то, что когда Советского Союза не стало, и мы пошли во все эти передряги, за 23 года продолжительность жизни увеличилась всего лишь на 1,7. А в мире на 6,2. Отстаем. Но при этом очень странный город Москва, где, если говорить по России, жители Москвы живут дольше всей страны, 75,5 лет. Что соответствует европейскому уровню. 18 тысяч долгожителей. Ну это следствие, в общем-то, определенного социального статуса, где и качество здравоохранения получше, и возможность выбора продуктов получше. но я знаю многих пенсионеров в Москве, которые на полгода, в принципе, там, иногда сдают квартиру, уезжают в деревню, поэтому с финансами полегче. Если говорить о феноменах, как о наиболее ярких примерах, то, например, самая старая семья в мире. Четыре сестры и брата, почти 500 лет. 102, 194, 92, 86 лет. То есть они пережили все катаклизмы, вот как специалисты посчитали, что они пережили 19 премьер-министров, 5 монархов и 2 мировые войны. Если говорить о документально доказанных фактах, которые были зафиксированы, то вот я нашел такую статью, где написано, что грузинка Хвечава, дожившая до 2012 года, прожила почти 133 года. Причем были документы, когда было указано, что она рождена в 1880 году. Это самый старший по документам, по сертификатам. Не так давно скончалась, по-моему, француженка, где-то 120 с чем-то лет. Причем она только где-то последние несколько лет не курила. Почему? Потому что она ослепла, ей было неудобно просить закурить. То есть есть люди, которые, в общем-то, живут независимо от того, в каких слоях, в какую эпоху и какие привычки у них здоровы, либо нездоровы. Но это, к сожалению, больше исключения, чем правило. Ну вот, кстати, пример вечной любви. Это уже наше достояние. Супруги Агаева отметили 100-летний свадебный юбилей. 100 лет вместе, это же действительно фантастика. Называли они ее такое название, наверное, единственное, которое у них было, свадьба, красная свадьба. Столетний юбилей Агаевых, он первая история. Но будем надеяться не последний. Интересные феномены в плане потенциала родительского. Фермер Рамджит Рахав стал самым старым отцом. Жене всего-то 50, она ему, наверное, в дочке годится. Родился сын. Сын здоровый, доношенный, полноценный. Когда исследовали его и обсуждали возможные, причины его мужского долголетия, он сказал, что даже через 10 лет вы меня найдете в таком же виде. Но отметил, и это в других источниках тоже подтверждается, что его ежедневный рацион 3 литра молока, полкило миндаля, миндаль я отдельно подчеркнул, мы потом к нему вернемся в конце, когда телу питания коснемся, и полкило топленого масла. То есть, очень хорошая калорийная пища, пища богатая и белками отчасти, и микроэлементами, и жирами, и в то же время, как я представляю, она не очень тяжела для пищеварительной системы. Ну, если таким питаться ежедневно, то, конечно, здоровье это может быть хорошее. Если говорить о женщинах, то вот 66 лет румынка Адриана Леско родила первую дочку, и, кстати, интересный возраст для женщин 66 лет, вот эта самая старая, которая родила первого ребенка, близнецов вдвойню, Камела Бусарда родила тоже в 66 лет, и даже тройню тоже в 66 лет из Индии девушка родила. Вот такой рубеж женского долголетия и материнства. Ну, в общем-то, у нас в истории тоже есть немало интересных примеров, два наиболее ярких феномена, которые нужно привести в пример. Федор Григорьевич Углов это, конечно, феноменальный человек, потому что, по сути своей, он был таким не очень богатырского телосложения, можно сказать, даже щупленки субтильны, но это хирург от Бога, который оперировал практически всю жизнь, и последнюю операцию он выполнял накануне столетия была видеозапись, и, кстати, возраст 66 лет, как в предыдущих примерах, последний ребенок у него родился, и ведущий американский кардиохирург Майл Эдебейки Мировой Авторитет он сказал конкретно «Профессор Углов ваше национальное достояние, он двинул хирургию так же высоко, как вы двинули покорение космоса». То есть, можно сказать, что в каком-то плане можно сопоставить с биографией Юрия Гагарина. Ну, более счастлив в плане длительности жизни. И, кстати, Федор Григорьевич Углов один из тех, кто очень активно всегда громко и авторитетно заявлял об абсолютном вреде курения и алкоголя и необходимости полного искоренения этой гадости из нашей с вами жизни. Ну, к сожалению, все пока наоборот. И наш с вами современник все еще бодрый, жив и активен. Вы все, наверное, видели его, поздравляли в этом году. Владимир Зельдин, 100-летний юбилей, активно работает, активно творит и поэтому занесен в книгу рекордов Гиннеса как единственный в мире, единственный в мире актер, который и продолжает играть в таком почтенном возрасте. Я немножко общался и с артистами, и приходилось быть на курсах различного, скажем так, актерского мастерства. Я вам скажу, что это тяжелейшая работа. Нужно себя порой наизнанку выворачивать, чтобы войти в роль, в ней удержаться, а потом вернуться в свое естественное состояние. Это колоссальные затраты не только эмоциональные, но и энергетические, физические. Ну, видимо, Бог дал хорошую насыщенность, и человек за собой следит, не распускается. Некоторые уже, скажем так, рекомендации, замещания в отношении долголетия, образа жизни. Сергей Михайлович Бубновский уникальный человек в истории нашей медицины, мировой медицины, человек, который, будучи тяжелым инвалидом, его в армии жестоко там в аварии покалечило, я его лично знаю, его не брали в мединститут, он сумел восстановить себя, и восстановив себя, уже закончив мединститут, разработал систему кинезитерапии, и многие, наверное, слышали, что есть центр кинезитерапии по Бубновскому, активная программа реабилитации. И в одном из интервью, это он у нас на Сибирском медцентре мы работали, он сказал так, я хочу сказать одну формулу, и она мне запомнилась надолго, человек стареет ногами, а не годами. Это конкретно, скажем так, афоризм в отношении вреда гиподинамии. И объясняя это свое наблюдение, Сергей Михайлович говорит о том, что человек с годами начинает усыхать мышцы ног, потому что он привыкли сидеть на диване, в машине, в трамвае, суставы становятся скрипящие, потому что мало идет нагрузки, мало кровообращения. Отсюда уже человек нагружает вместо связок и мышц сустав, поэтому уже артрозы развиваются как прямое следствие не столько старения, сколько лени. И когда Сергей Михайлович говорит о пользе движения, и в своей методике, в своих лекциях он конкретно говорит, лечит правильное движение, но при условии правильного дыхания. И как видите, вот на фото левая рука у него перед животом, это он конкретно покажет, объясняет технику, элементарную технику диафрагмального дыхания, что ребята, надо дышать диафрагмой и в покое, и в умеренном движении. Это важно и нужно для здоровья. Специалисты говорят о том, что человеческий организм запрограммирован не на покой, а на движение. Именно движение обеспечивает активность обменных процессов, а гиподинамия изменяет обменные процессы, снижает активность очистки организма от метаболитов. Идет накопление различных продуктов обмена веществ, недоокисленных продуктов, ну и, к сожалению, мы с вами находимся в окружении так называемых ксенобиотиков, это консерванты в пище, это загрязненный воздух, это не всегда хорошая вода, все это, если мы мало швелимся, оседает где-то в тканях в наших органах, потом приводит к проблемам. И Владимир Шабалин, это известнейший в теме оздоровления академик, он пишет о том, что мы наблюдали более 10 лет, это все-таки большой период наблюдения, людей от 60 до 80 лет и выяснили, что смертность от рака ниже у тех, кто проходил в день более 3 километров. То есть речь идет не о гипертонии, не об ашемической болезни сердца, не об анхиальной астме, а именно об онкологии. Всего лишь 3 километра в день надо пройти. В умеренном темпе это не так уж много, если понять, зачем и для чего. Плюс, как он отмечает, что физическая нагрузка дает почти пятикратное увеличение эндорфинов. Это те соединения, которые обеспечивают нам приятное настроение, скажем, наш тонус. Ну вот, феномены тех, кто не сидит на диване, двигается более чем 3 километра. Это индус, очень интересный дяденька, 100-летний юбилей, он отметил победой в марафоне, прошел марафонскую дистанцию, пробежал за 8 часов с половиной. Да, это Бог всем нам даже хотя бы в 30 лет такие результаты показывать. Причем, начал заниматься, как видите, активно на 89 лет, но надоело сидеть на скамейке. И, когда его исследовали уже на этом уровне, в возрасте почти 100 лет, оказалось, что костью у Фауджи, как у 35-летнего. И обращаю внимание вас, особенно женщин, которые зомбируют рекламу, что ешьте кальций и у вас кости будут крепкие. Если нагрузки на кости нет, кальция можно есть с утра до вечера, кость не будет его принимать, тем более, что кальция нужно в комбинации с магнием принимать. Активно работать. как можно. Все требует определенной своей нагрузки. Причем, смотрите, в отношении мясоеда и прочее, прочее, прочее. Придержится вегетарианской диеты всю жизнь. Никогда не переедает. Молодец. В чем сын уже в мир иной ушел, а батя все еще бегает. Ну и ежедневные разминочки 10-15 километров. Красота. Женский феномен. Вот бабушка американка 92 года. Тоже самое марафон за, скажем так, за 10 часов сделала. Это же все-таки 92 года и женщина у них немножко слабее с имущественной системой. Плюс опять же это возраст, когда человек начал заниматься активно, видите, 86 лет марафонами. Это просто ходило много, 72 километра в неделю, это получается 10 километров в день. Отлично. Плюс она была пилотом, альпинистка, путешествовала по пустыне и занималась катанием верхом. То есть мы видим о том, что в принципе активный образ жизни доступен в любом возрасте. Не надо думать, что если вам 60 лет, все уже, сидеть на диване и заказывать белые тапочки. Вот тоже феномен интереснейший, он мне особенно запомнился, я вам объясню, каким моментом. Это сверхдальний марафон, это исторические факты, Это не выдумки, не байки журналистов. Сверхдальний марафон, 535 миль, то есть почти 700 километров, без остановки. И Клифф Янг, которому было 61 год, он победил в этом марафоне 5 дней, 1436 минут, почти без остановки. Причем тоже, как у того индуса, исследовали, у которого Костика 35-летнего, проверили, доктора этого Янга, фермера, артерии у него были, как у ребенка. Думали, что у него специальная диета, но когда посмотрели, казалось, что за время забега, это 5 дней он бежал, он съел 10 персиков и вареную картошку. По большому счету, если сидеть на диване, от такой диеты уже через день можно с голоду умереть. Вот такой выносил организм. Что оказалось, что он фермер, у него была собака. Как в той поковорке. Потом собака скончалась, а коров надо было гонять. Вот дед одевал сапоги, гонял коров и вместо собаки подавал голос. Поэтому, как они говорят, у него легкие, развелись все величины футбольных полей. И стал самым великим спортсмена в истории мира. В истории мира. 61 год, 700 километров без остановки. Ну и регулярные тренировки, побеги за коровами. Здоровье накопишь. Наши россияне. Пример для мужчин, которые сидят с банкой пива и курят. Спортивный врач Валентин Ефимов, восьмой десяток, исследует резервы человеческого организма, утренняя зарядка, пожалуй, со 200 приседаний, потом подтягивания и подпрыгивания. А подпрыгивание это вибрация. Очень хорошая встряска для всего организма, очень хорошая тонировка соединительной ткани, которая является корсетом для всего организма. 500 подтягиваний. Тут и суставы будут крепкие, связки будут крепкие, сухожилия крепкие. И вот, как журналисты отметили, когда ему было 70 лет, день рождения, он отметил тем, что за полчаса 1680 приседаний и 126 подтягиваний. Ну, а когда вот был на Геншоу, потом сделал за час 3800 приседаний. Ну, это, конечно, феномен, но даже если четверть или треть от этой нагрузки каждому из нас иметь, то, честно говоря, половина аптек будет закрыта, половина докторов пойдет искать другую работу. Вот еще один наш богатырь российский, Юрий Чепец, 43-й год, не молод, заявляет, до 80 лет, никому не сдамся. И достижение, работает с металлом, с железом, с шостангой, четверть тонны приседает, 190, сжим лежа, 215, сановая тяга. В таком возрасте это, конечно, супер рекорд. И что интересно, что он молодец, он говорит именно о важности психологических моментов, о том, что нужно уметь заставить себя делать то, что нужно, поставить цель, подчинить этой цели все дела и поступки. И говорит о том, что было состояние, когда он в Финляндии сломал позвоночник, тяжелый, конечно. Высыпал через боль, врачи запретили заниматься, но вернулся в спорт по своей методике и через 3 месяца установил новый мировой рекорд. Ну, поскольку организм могучий, тренированный, конечно, он сумел быстро восстановиться. Это пример и намек тем, кто страдает от грыжи позвоночника, межпозвоночник дисков, проходит операцию, потом сидят на диване, боятся прошевелиться. Нужно уметь шевелиться и шевелиться активно и регулярно. Ну, и, наверное, еще один такой интересный, спортивный пример. Вот бабушка Аида Мендес, 104 года, снова прыгнула с парашютом. Это был третий прыжок. Первый раз она прыгнула в столетнем возрасте. Мечта, которая сбылась в столетнем возрасте. И здесь на фото у нее правнук, который ее сопровождал. В общем-то, бабушка довольно богатая. 12 правнуков, 12 праправнуков и двое детей еще живые. Ну, всем бы нам такую бабушку иметь. Активную буду и энергичную, жизнерадостную. Но возникает и другая точка зрения. Есть книга под таким названием «Ленивые живут дольше». Вот два небольших примера из них, что Черчилль, ну, помните, такой унисон был, дожил до 91 года. Причем, насколько я помню, он курил регулярно и виски тоже потреблял регулярно. В одном из источников я нашел ссылку, что Черчилль курил сигары только нашей Погарской фабрики. Была в Советском Союзе фабрика в городе Погары, она выпускала сигары. Ну, даже независимо от того, Погарский либо Кубинский, все-таки сигары это крепкий табак. Я помню, что в одном из интервью его спросили, мистер Черчилль, вот вам уже девятый десяток, вы курите регулярно и выпиваете, в общем-то, так, достаточно систематически. В чем секрет вашего долголетия? Он сказал, все нужно делать с удовольствием. И даже если я кую, я курю не спеша, наслаждаясь, можно сказать, медитируя. И второй британский пример это королева Елизавета, которая праздновала 100-летие, но Черчилль говорил, никакого спорта, королева, мать тоже, в общем-то, не была равнодушна к физкультуре, к спорту. Исследование очень интересное, 84 тысячи выпускников Гарварда, это все-таки очень серьезный социальный статус людей, действительно, которые сидят за собой. Доктор Поля Днак доказал, что более спортивные люди, те, кто интенсивно занимаются спортом, чаще умирают от разного рода пахолей. Ну, есть ссылки о том, что есть проблемы с предстательной железой, есть замечания о том, что известный в свое время, помните, был бег аэробика Купер, который разработал эту систему, и его друг умер от рака в возрасте 60 лет, хотя пробежал 524 марафона. Что здесь и как, где золотая середина, в чем мы с вами должны поделиться. Нужна физкультура и спорта, либо не нужна. Видимо, нужны разумные нагрузки. Как говорится, истинно всегда посередине между крайними полярными моментами. И вот физиологи уже стали поделяться. Я, кстати, об этом вспомнил. У нас здесь, знаете, в Новосибирске есть Академия Городок, там есть отделение Академии Медицинских Наук, в состав которой входит Институт физиологии, и в этом институте есть лаборатория физиологических резервов организма человека. Ее возглавляет профессор Кривощоков Сергей Георгиевич. Мы с ним еще в 98-м году познакомились, когда я начал заниматься дыхательным тренажером Фролова. И как-то мы разговорились в отношении именно спорта, бега и так далее, и так далее. Сергей Георгиевич мне конкретно сказал, что большая часть профессуры и докторов наук у нас перестали интенсивно бегать, но зато ходят на работу с работы активно, быстрым шагом на уровне легкого бега, быстрым шагом через Сосновый гор. Но это минут 30-40, туда-обратно. Хорошая нагрузка, польза для здоровья, никакого риска. Так вот, физиологи, когда стали определять, что и как, в каких границах нагрузка может быть полезной и безопасной, казалось, что мужчинам нужно хотя бы раз в день ходить минимум полчаса со скоростью 95-102 шага в минуту. Это быстрая скорость. А женщинам примерно то же самое, но немножко, в принципе, разница небольшая, 90-11-15 шагов. И если вы начинаете заниматься ходьбой, то постепенно увеличивайте нагрузку. Вот они говорят, 10 минут, 1000 шагов. Ну, а скорость, наверное, самая такая, физиологичная, это 3000 шагов за полчаса. Если нужно избавиться от полноты, то 12000 шагов в день. Ну, не обязательно считать в голове, раз, два, три, четыре, пять, есть шагомеры, которые, в принципе, стоят недорого, здоровье дороже. В чем смысл? В том, что регулярная физическая активность замедляет процесс старения клеток. Какой здесь, скажем так, биологический маркер либо знак? Известно, что есть определенная такая структура у наших молекул, называется теломеры. Здесь фермент теломера, за который на них влияет. Так вот, длина теломер вот этих структур, она является как бы нашим биологическим маркером, сколько нам осталось. Вспомните, у Бальзака есть такое произведение шагренивая кожа, и она все время сужается, сужается, когда этот человек себя неправильно ведет. Так вот, по мере сокращения оставшихся нам с вами лет, дней, часов, минут, количество длина теломер уменьшается. Но, вот, Артем Гиль, он работает в медакадемии медуниститета сейчас в Москве, в медакадемии Сеченова. Он этой темой занимается профессионально, и он отмечает в одном из интервью, что у физически активных людей длина теломер, вот эти вот наши с вами ограничители жизни на 200 нуклеотидов, это единицы, больше, чем у тех, кто мало двигается или ведет преимущественно сидячий образ жизни. Поэтому движение это жизнь, но движение должно быть разумным. Поэтому, академик Шабалин конкретно рекомендует, что физические нагрузки нужно регулировать и контролировать. Самый простой контроль это чистота пульса. В норме она, как мы с вами знаем, 60-70, ну может быть 80, если у кого-то вата душа, фактор высокий. И предельная нагрузка, предельная, не максимальная, не средняя, предельная, не должна вызывать чистоту больше 200 ударов в минуту, минус число прожитых лет. То есть, если вам 60 лет, то ваш предел нагрузки по контролю пульса 140 ударов. Но если вам 20, то, конечно, 180, а если вам 80, то 120. Сердце нужно беречь. И если вы встали на какую-то дистанцию, пошли быстро, то если частота пульса увеличилась примерно в два раза, может быть там 2,2 не больше, то это нагрузка оптимальная. Если вы пошли, частота пульса увеличилась на 10-15%, это говорит о том, что нагрузка такая разминочная, но не тренирующая, не оздоровительная. Именно скорость восстановления пульса после тренировки на 8 минут через 15-20, через 6 он восстанавливается до нормы, это хорошая переносимость нагрузки, хорошие резервы восстановления. Примерно вот эти же факторы, вот мы видим здесь уменьшение частоты пульса на 20%, через 3 минуты на 30%, через 5 минут на 50%, через 10 минут на 70%. Их можно использовать и во время тренировок различных. Я примерно также прошу проводить оценку реакции организма на регуляцию дыхания на тренажере. Иногда люди занимаются на дыхательном тренажере очень интенсивно. Получается, что до занятия дыханием пульс, например, был 70, а минут 25 хорошая нагрузка подышала, пульс становится 80, это некоторых смущает. Я прошу, померьте пульс еще через 10-15 минут после дыхания на тренажере и увидите, если все-таки пульс остается высоким, значит нагрузку нужно уменьшить. Я благодарю за вопрос, тут Любовь Девяткина задала вопрос, а потом мы, когда все накопятся, проработаем, мы их отдельно обсудим. Ну и артериальное давление, в принципе, 60 лет и старше не должно превышать 160 на 80, но не должно превышать. А последние дискуссии по теме нормы давления у кардиологов и специалистов по геронтологии все-таки чаще отмечают то, что независимо от возраста, если сосуды нормальные и регуляция артериального давления нормальная, пульс все-таки порядка 120 на 80. Оптимальный вариант. Ну нередко приходится говорить о том, что все-таки медицина это дисциплина условных норм, есть условная норма и есть показатели вашего самочувствия. Я вот только что встречал сотрудницу, третий раз будет мамой, девочка будет до этого до мальчика, и вот она тут пожаловалась, что вот вы знаете, у меня до беременности пульс был 120 на 80, а сейчас 100, даже 90 на 60. Я спрашиваю, Надежда, а как себя при этом чувствуешь? Чувствую себя отлично. То есть в принципе здесь адаптация организма к каким-то новым физиологическим состояниям, но без ухудшения самочувствия. Значит, особо волноваться пока необходимости нет, но контролировать надо. И вот кстати теломеры, о которых Артем Гиль говорил, это концевые участки хромосом, которые нам конкретно говорят, сколько нам осталось. И вот эти повреждения хромосом, они могут быть вызваны самим человеком, вот четко я выделил, что курение увеличит повреждения ДНК, ДНК это дезоксирибенокулиновая кислота, наш основной генетический аппарат, и приводит к системному воспалению. Воспаление один из механизмов старения. Любой воспалительный процесс сопровождается повреждением ДНК, накоплением этих повреждений. Потом гипель и атрофия клеток. И вот важный момент, о котором не только в нашей стране, в общем-то за границей они меньше пьют, поэтому всемирная организация здравоохранения определяет о том, что есть опасные объемы употребления алкоголя, причем злоупотребление алкоголя. Оценивается как один прием дозы алкоголя за одно мероприятие, банкет, например, либо пятница традиционная. 60 мл чистого этанола для мужчин, 50 для женщин, это уже перебор. А если перейдеть на наши стандартные напитки, это 150 мл фотки, или пол-литра вина, или 1,3 литра пива, для мужчин, для женщин немножко меньше. То есть, это уже дозы, которые специалисты Всемирной Организации Здравоохранения считают опасными для нашего здоровья, для поражения в том числе и молекулярных структур, и как фактор преждевременного старения, преждевременной смерти. Смертельно опасно тоже не будем упоминать, просто у меня в тексте сохранились. Если говорить уже конкретно ближе к теме старения как процесса, это вот возрастная градация, которая была принята еще в советское время. Вот для нас с вами с учетом темы вот эти три периода. пожилой возраст мужчины 61-74 и женщины с 56 климакс раньше начинается с 74. После 75-90 это старческий возраст, а 90-90 это уже долгожители. Но если мы говорим о проблеме старения, то конечно нужно понимать, что вот здесь старение проявляется, но вот где-то здесь оно уже начинается. Просто пока организм имеет инерсию определенного беременства, биологического развития, темп обновления клеток достаточно высокий. Мы уже на одном из семинаров говорили, что у нас постоянно идет обновление клеток с разной скоростью. Ну если мы возьмем клетки крови, эритроциты наиболее важные для кровоснабжения и для дыхания, потому что они везут кислород, то эритроциты обновляются примерно за 120 дней в среднем. Это с 90-120 дней в этот период. Клетки желудка, например, либо клетки слизистых оболочек дыхательных путей за 2-3 недели могут обновляться. Клетки слизистой оболочки носа обновляются регулярно, но если вы переболели гриппом, то полное восстановление может занимать 3-4 недели, потому что процесс воспалительный. Таким образом, если мы с вами достаточно активно физически работаем, мы поддерживаем активность теломер, и вот этот возраст не является чем-то печальным, утомительным. Когда есть сила и здоровье, тогда жить интересно в любом возрасте. И все-таки, когда мы начинаем с вами терять ресурс. Наверное, важнейшее отличие человека от других живых существ это наш с вами головной мозг. Вот исследования, которые проводили достаточно длительно, 7 лет это большой период, существует, кстати, даже такая установка, что полный цикл обновления тела составляет 7 лет. И специалист, который занимался этой темой, профессор Шельхаус в журнале нейробиология старения, это специфический журнал, очень специфический. Естественно, все работы, которые там публикуются, они проходят очень жесткий фильтр. Никаких сказок, никаких гипотез, никакого оккультизма. Вот оказалось, что исследование мозга в плане его, скажем так, когнитивных, познавательных способностей, в плане его ресурсов и активной обработки новой информации пик возможностей в 22 года. Ну, и хорошо, потому что мы обычно в 17 лет поступаем в институт, в 22 года заканчиваем, то есть мы попадаем в пик развития мозга, если мы учимся в ВУЗе сразу после школы. А с 27 лет начинается необратимый процесс старения головного мозга. То есть некоторые структуры начинают хуже работать, некоторые обменные процессы затрудняются. И в отношении памяти, они конкретно говорят, что память у человека начинает ухудшаться в 37 лет, а даже в 42 она уже значительно хуже. И, наверное, большая удача для наших пенсионеров, что сейчас масса различных комфортов, прочих журналов, где это постоянно что-то где-то там можно отгадывать, писать и так далее, и так далее. Мозг требует определенной регулярной интеллектуальной нагрузки, даже может быть не сверхсложной какой-то. Тогда ресурс остается достаточно необходимым для обычной нормальной жизни. Сердечно-сосудистая система, та система, которая чаще всего считается, скажем так, одним из индикаторов старения организма, то есть гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, стенокадея, нарушение ритма сердца, инфаркт миокарда, это все воспринимается нередко как признак уже, что старость пришла. Так вот, в 20 веке был афоризм, возраст человека это возраст его сосудов, но когда медицина стала изучать микроциркуляторное русло, не просто скорость кровотока, уже там электронный микроскоп и так далее, понемножко доработали эту фразу, сказали возраст человека, возраст его капилляров. И оказалось, что процесс старения сопровождается тем, что снижается количество активных капилляров, нарастает их такие четкие и извитые, так пишут специалисты, которые делают микрофотографию, замедляется капиллярный кровоток. И сравнение. 20 лет скорости кровообращения кровь по всей системе проходит за 19 секунд, а 80 лет за 28,7. Это, видимо, тех, кто еле шевелится, у того индуса, который бегал, он, наверное, также и проходит. Но считаю, что если человек стареет, капилляры хуже работают, медленный кровоток позволяет как-то поддержать, обеспечить поступление длительнее идет процесс движения крови через капилляры легких. Иммунная система. Это очень важная для нас с вами система. И геронтологи, иммунологи говорят о том, что изменение, то есть слабость в иммунной системе начинается задолго до проявления старения организма. У нас был большой вебинар иммунитета и дыхания. Мы там о структуре, функциях иммунной системы много говорили. Ну, здесь, как отмечают специалисты, Т-лимфоциты и Б-лимфоциты это наиболее активные клетки в плане борьбы с аномальными в том числе раковыми клетками. Снижается их активность. Плюс гуморальный иммунитет это не специфический в общем-то фактор и тоже проявляется но труднее их выявляют. А в целом отмечают, что стресс, негативные эмоции, вакцины все хуже действуют в условиях строения организма. Но в отдельных случаях возможна активация иммунной системы под действием стресса. Тут нужно сказать, что стресс может быть негативным событием. Трагическая смерть, пожар, а может быть и стресс неожиданное событие позитивное. Выиграли миллион либо снова влюбились. Это изменение в организме стресса. В целом этой темой занимается специальность психонейроиммунология. Вот это направление в западной медицине существует наверное уже более 30 лет, а у нас все-таки до сих пор если у человека со здоровьем плохо, то он идет отдельно к психиатру, отдельно к нейропатологу, отдельно к иммунологу. На самом деле оказывается это единая область знаний о человеке. Но возможно лет через 10-15 у нас в этом плане что-то в практическом здравоохранении появится. Но для себя знайте и помните, что если что-то не очень со здоровьем, особенно с иммунитетом, сейчас водички упью, то прежде всего обратите свое внимание на эмоции и на свое психологическое состояние. Известно, что оптимисты болеют легче, выздоравливают быстрее. Классическим пониманием старения является понимание климакса, то есть изменение уровня половых гормонов. Чаще это проявляется у женщин более активно, у мужчин немножко позже и как-то так более растянута по времени. Классический пример это у женщин прекращение менструальных циклов, но исследования показывают, что в принципе изменения в гормональной системе и климакс может быть даже на уровне достаточно полноценной работы гормональной системы, просто какие-то звень ее начинают хуже взаимодействовать между собой. Поэтому происходит гормональная перестройка, изменяется функция гипофиза, щитовидная железина от почечников, гипофиз еще с гипоталямусом связан, и это все в общем такой нейрогуморальный ансамбль, когда все эти органы и системы и гормоны взаимодействуют либо очень устойчиво полноценно, либо каких-то гормонов больше, каких-то меньше, и возникает перекосов самочувствий, которые проявляются на уровне теоретических нарушений, снижения половых функций, изменения каких-то типа приливов и прочие дисгормональные нарушения и неприятные и с помощью ароматерапии мы к этому подойдем. Пищеварительная система страдает, как и все остальные части организма, это снижение кислотности желудочного сока, уменьшение его переваривающей способности, уменьшение объема и количества ферментов поджелудочной железы, снижение активности, мы же знаем, что у нас кишечник это такая мышечная трубка, поэтому сократительная функция снижается, почему чаще запоры возникают и снижение функции печени, которая обеспечивает защиту от различных вредных веществ, плюс ну это знают все, что прожилые люди имеют обычно 3-4 заболевания хронических, поэтому принимают длительные препараты, препараты все-таки оказывают определенную нагрузку для печени, поэтому печень оказывается в ослабленном состоянии и по возрасту и по длительному приему препаратов. Вот очень интересное замечание, Илья Ильич Мешников это тот ученый, который получил, наш российский ученый получил Нобелевскую премию, очень много внимания уделял приему кисто-молочных продуктов для поддержания нормальной микрофлоры, но будучи очень наблюдательным и мудрым ученым, он сказал так, человек стар настолько, насколько стара его соединительная ткань. Все вы разделывали различные ткани мяса, рыбу и так далее, видели различные пленки, сухожильная ткань, сухожилия, хрящ, связки, фасции, которые мышечную ткань покрывают, все это разные формы соединительной ткани. Плюс элементы соединительной ткани, они проявляются еще и в жидком виде, как элементы крови и лимфы, имеют отношение соответственно к иммунной системе, гириобразный это хрящ. И в целом, если посмотреть по массе тела, то получается, что примерно 85% нашего с вами тела представляет соединительная ткань. Поэтому я всегда сравниваю соединительную ткань как, скажем так, арматуру, опору для всего, всех наших клеток. Специалисты говорят о том, что соединительная ткань является внешней средой для клеток. То есть клетки, они все упакованы, они связаны. И я всегда сравниваю, что можно сказать так, что у нас есть просто скелет, который знает все, это кости. От макушки до пяток и есть. А вот этот второй скелет, соединительная ткань, которая все связывает и все держит. И все внутри ее упаковано. Поэтому старение соединительной ткани, оно и проявляется тем, что, ну, самый видимый признак, который чаще женщины начинают волновать, это появление морщинок. Это потом уже хуже подвижность суставов, хуже эластичность ткани, хуже какие-то растяжки получаются, если вы не занимаетесь собой. Ну и несоблюдение норм питания поводит к тому, что соединительная ткань не достает необходимых питательных веществ, и ее старение прогрессивное. Вот очень интересная такая общая диаграмма. Это диаграмма из профессиональной газеты, посвященной старению и борьбы с преждевременным старением и так далее. Удалось мне ее перекопировать. Усредненные кривые старения различных систем и органов. И вот мы с вами видим, что тимус это вилочковая железа, которая является очень важной для иммунитета. Вот где-то она уже в подростковом возрасте начинает помаленечку уменьшаться в объеме. Такой процесс называется инволюция. Уменьшение в объеме, в размерах и функции. Гонады, особенно женские. Вот он климакс уже к 40 намечается, потом проявляется. Гонады это половые железы. Мужчины, мужчины немножко веселее себя чувствуют. За 60 где-то начинается. Наш с вами очень важный фактор жизнедеятельности, легкие. Но это речь о не курящих идет, конечно. Вот 50 где-то еще плато, 20-50 оно есть, а потом уходит, 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 уходит. 90. Я знаю, что, как исследовали физиологи и геронтологи, даже если человек, ну скажем так, есть процессы патологического старения, которые связаны с наличием болезни, есть физиологическое, то есть нормальное старение, обычное. Даже если человек не работал на вредном производстве, легкий и здоровый, то к 80 годам примерно на 30% уменьшается функция внешнего дыхания, жизненная емкость легких. И вот эта вот слабость иммунной системы плюс уменьшение активности легких как органа и слабость легочной ткани является причиной того, что пневмония, воспаление легких является одной из наиболее частых причин смерти у пожилых людей, особенно в стационарах. Не справляется организм, когда легкие слабо работают. Ну и сосуды, вот здесь вот такой пик, потом тоже все уходит вниз. Лимфозлы, как проверение нашей с вами иммунной системы морфологической, структурной, вот тоже уходит. То есть рано или поздно помаленьку все системы снижают свой ресурс. И говорят о том, что осень жизни уже пришла. Вот стареют все, это действительно так, а причины старения еще долго будут изучаться, потому что действительно процесс глобальный охватывающий все органы и системы. Были такие теории, парадигмы, это свободно-радикальная теория, это порождение митохондрии, это специальные клетки, специальные структуры клеток, где идет энергетический процесс и ядерная ДНК, это ДНК ядра клетки, активные формы кислорода, мы к ним подойдем скоро. Соматический мутагенез, это накопление различных продуктов, нарушение обмена вещества, нарушение деления клеток и нарушение биосинтеза белков. Все эти теории лишь частные аспекты старения. Ну, вы помните такую притчу о слоне, когда слепые мудрецы подходят к слону, каждый трогает часть слона, говорит, слон это нога, слон это хвост, слон это бивня, слон это хоба, так и здесь. Разные аспекты процесса старения разными теориями пытаются объяснить и как-то их нейтрализовать. Сейчас мы с вами сделаем перерыв на 5 минут и потом пойдем дальше. Еще раз добрый день, продолжаем обсуждать вопросы как прожить долго и счастливо. Пусть стареют все, но стареют все по-разному. Понятие биологического возраста оно очень специфическое по этой теме очень серьезные есть работы. Но в целом если говорят об оценке биологического возраста то приходится оценивать самые разные параметры. Есть такое понятие биомаркеры старения, то есть биологические какие-то показатели. Но самое общее, что в любой поликлинике проводят это анализ липидного обмена. Не просто холестерин, а если вы проводите обсуждение, требуйте, чтобы вам делали холестерин и фракции его. Низкая плотность, высокая плотность их соотношения. Уровень сахароглюкозы, уровень артериального давления, уровень пульса это все базовые моменты плюс рост веса это без проблем. Но специальный институт долголетия, международный институт долголетия, он разработал определенный протокол биомаркеров, где заложена эта оценка состояния организма в общем, мышечная масса и жировая масса, гибкость, плотность костей, вы знаете, есть методика денситометрии, изучается плотность костной ткани, которая чаще начинает снижать свою плотность у женщин во время климакостатической периоды. Тактильная реакция это реакция на прикосновение. И вот две очень важные для нашей дальнейшей темы это форсированный выдох и аэробная выносливость. То есть какой объем дыхания, сколько человек может вдыхать, выдыхать и какие нагрузки он может выносить с учетом его кислородного метаболизма. Естественно зрение, слух, которые с возрастом страдают. Кожа как непосредственный скажем так признак качества соединительной ткани и более тонкие молекулярные анализы, анализы ДНК это уже очень специфические моменты. Но это научные факты, которые изучают в лабораториях. Соответственно тому, как в организме происходят разные изменения накопления ненужного скажем так мусора. Вот интересная есть программа под эгидой проекта Сенс, которая предполагает, что какие-то разрабатывают технологии, методики, позволяющие восстанавливать организм до любой степени омоложения. Но до любой конечно-то они перегнули. До молодец совсем, но уж не вернемся. Ну по крайней мере какую-то среднюю зрелость, молодость поддерживать можно. И три таких наиболее понятных направления это очистка клеток от внутриклеточного мусора, так называемого. Дело в том, что если клетки медленно делятся, либо они плохо работают, накапливаются различные продукты недокистенные, продукты, которые не выводятся из клеток. И от этого страдают и клетки сердца, и клетки глазного яблока, некоторые нервные клетки, и лейкоциты, которые имеют непростоятельное отношение к контролю над состоянием артериальных стенок. Если клетки плохо очищаются сами по себе, то идет как раз изменение, проводящее к преждевременному старению. Поэтому специалисты отмечают, что самый перспективный путь это позволить клеткам внутриклеточные токсины расщеплять на месте. Как это можно? В лаборатории проводят исследования такого плана, что вносится специально дополнительные элементы, которые участвуют в этих процессах улучшения метаболизма внутриклеточного. То есть специалисты говорят о в рамках этой программы этих исследований. Второй это внеклеточный мусор. Опять же это то, что накапливается в межклеточном пространстве, отчасти в лимфе, отчасти где-то в крови может накапливаться. Два основных вредных факторов это накопление атероскироза в виде бляшек. Макрофаги это специальные клетки иммунной системы. Они способны уничтожать много макро, это большие фагос, это пожирание, пожирать, если говорить по-гречески. Они, эти бляшки могут как-то уменьшать в объеме, но сами макрофаги они не предназначены для расщепления липидных молекул. Поэтому они в конце концов как-то уменьшая объем бляшки погибают, становятся вот таким некриточным мусором, который надо выводить. И очень серьезная проблема, амилоид это особый вид белка, который накапливается в процессе старения, особенно в тканях мозга и проявляется в виде болезни с геймера. Болезни не очень часто, но и не очень редко у пожилых людей болезнь тяжелая в плане психических нарушений, но и в части неврологических. Плюс амилоид может накапливаться в других тканях, например, поражать поджелудочную железу и накапливается и приводит к диабету второго типа нинсулиновой таблетки, которая на таблетках. Научные направления связаны с тем, чтобы пытаться сделать вакцину, которая стимулирует иммунную систему на уничтожение амилоида, но вакцина оказалась довольно специфическая в плане побочных осложнений и использовать определенные молекулы, белковые пептиды, короткие белки, которые попадают, например, в бляшку, амилоид тоже в виде бляшек накапливается и разрушают его. Эти пептиды имеют специфическое название разрушители бета-слоев, но все это еще только научные работы. То есть внеклеточный мусор и внутриклеточный мусор. И третье это избавление от ненужных клеток, поскольку процесс старения сопровождается изменением в темпах деления и в качестве деления клеток, накапливаются определенные клетки, которые не очень нам нужны. Это чаще всего мы видим жировые клетки, которые начинают заменять мышечную ткань, если мы не работаем мышцами. Вот мне сегодня звонил сложный пациент, у него место не, он в Нижнем Новгороде, он у меня на дыхании давно, более-менее как-то держится, он пенсионер. Советовался он с невропатологом, со своим ведущим, и тот ему сказал, что крайне ограничить нагрузки, никакой физкультуры, ничего у вас места не. Я ему сказал, что если мышца возраст мышцами работать надо. Но если подкожный жир, который округляет нашу фигуру, он не очень опасен, то висцеральный жир, это жир, который оказывается внутри брюшной полости, не под кожей, между кожей мышцами, а внутри брюшной полости, это называемый висцеральный жир. Он наиболее опасен, потому что нарушаются метаболические процессы, снижается чувствительность клеток к ферментам и гормонам прежде всего к инсулину, ухудшается усвоение глюкозы и формируется нарушение углеводной мины, в конце концов диабет второго типа. То, что на таблетках плюс лишний вес, все это приводит к такому состоянию, которое называется метаболический синдром. Жировые клетки, это первое, что нам не очень нужно. Второе, это клетки стареющие, которые медленно разрушаются, медленно выводятся и чаще всего мы видим процесс старения проявляется быстрее всего в хрящевой ткани, почему? Потому что хрящ это ткань, которая не имеет сосудов, это бессосудистая ткань. Поэтому там процессы обмена идут медленнее и процессы очищения от токсинов, побочных продуктов, распада веществ тоже идут медленнее, поэтому старение хряща один из признаков общего старения. И третий тип это иммунные клетки, которые начинают хуже работать в процессе старения. Для того, чтобы избавиться от ненужных жировых, либо стареющих, либо плохо работающих иммунных клеток, ученые предлагают либо ввести специальный препарат, который поможет клеткам закончить свой жизненный цикл, либо стимулировать иммунную систему для уничтожения ненужных клеток. Это тоже, в общем-то, пока еще лабораторные программы. И мы говорили о кислороде, о проблемах кислородного метаболизма и о теориях старения. Вот наиболее известная в научно-популярной литературе свободно-радикальная теория старения. Внутри каждой клетки имеется огромное количество специальных структур, называется митохондрия. Ну, говоря простым языком, это электростанции наших клеток. Имеется наружная внутренняя мембрана, здесь масса имеется ферментов, имеется и ДНК митохондриальная. И здесь процесс идет окисления с накоплением определенных богатых энергетическими связями веществ. Ну, вы все слышали такое соединение АТФ, аденозин-трифорная кислота. Аденозин-трифосфорная кислота, как основной накопитель нашей энергии, аккумулятор. Так вот, в процессе клеточного дыхания окисления кислород используется как кислитель, но, помимо того, что идет выработка аденозин-трифорсфорной кислоты, образуются атипичные формы кислорода, так называемые свободные радикалы. И до 60% этих свободных радикалов, которые достаточно активны, поэтому опасны, в клетках, образуются митохондрии. Потом мы этот момент еще вспомним в конце, когда будем говорить про углекислогаз. Вот парадокс кислорода. Кислород очень активен как химическое соединение в клетках, но он может либо отдавать электроны, либо добавлять 1-2 электрона. Это уже измененная форма кислорода, которая является свободным радикалом. Активные формы кислорода, свободные радикалы. Химики их называют, там разные формы, супероксид, пероксид кислорода, гидроксильный радикал, синглетный кислород, это биохимия и все. И опасны не только активные формы кислорода с избытком либо недостатком электронов, но и те молекулы, с которыми эти активные формы кислорода взаимодействуют. Почему? Потому что когда активный радикал, свободный радикал попадает на какую-то молекулу, он от нее забирает электрон, сам как бы насыщается, но та молекула, например, лепит жировая молекула, которой свободный радикал забрал электрон, сама превращается в свободный радикал и начинает взаимодействовать с другими молекулами. То же самое, разрушая их и вызывая определенную цепную реакцию. Поэтому оксидативный стресс, либо курение, например, это те примеры, когда возникает именно избыточное образование и накопление свободных радикалов, поражающих мембраны различных клеток. Поэтому избыток свободных радикалов, свободно-радикальные вот эти химические реакции, которые идут лавинообразно, они присутствуют в механизмах развития самых различных болезней. Это и болезни сосудов, и сердца, и легких, и различных тканей, в том числе и мышечной, и хрящевой, и так далее, и так далее. Это такой, скажем так, один из универсальных патологических процессов, приводящих к различным болезням, к различным состояниям. Поэтому не случайно этой темой образования занимается уже более 40 лет. И здесь оказались очень интересные моменты. Мы с вами уже не раз слышали и говорили о том, что все может быть ядом, все может быть лекарством, все зависит от дозы. Оказалось, что активные формы кислорода и свободные радикалы, это с одной стороны зло, с другой стороны это не совсем зло. В природе ничего лишнего не бывает. Так, сейчас поднимемся. Просто я боюсь перескочить по слайдам. И в борьбе со свободными радикалами, так, извините, я сейчас проверю, не перескочил совершенно, ага. Это вот мы говорили про кислород, который может быть изменен в плане количества электронов превращается в свободный радикал. Вот углекислый газ. Когда мы с вами говорили про митохондрию, помните, показывал такую картинку с разрезом, оказывается, что в порядке 60% радикалов обреживается в митохондриях и надо как-то его нейтрализовать естественным образом. И наши ученые из Московской медакадемии получили диплом на открытие международного класса они доказали, что углекислый газ является универсальным ингибитором генерации активных форм кислорода клетками. То есть, говоря простым русским языком, углекислый газ является универсальным фактором, который подавляет образование активных форм кислорода в клетках. И следует вспомнить великого Константина Павловича Бутейка, который говорил, его ненавидели, его шельмовали, но он всегда говорит конкретно, углекислого газа должно быть в организме нормой, и за ним обязательно нужно следить. И последующие десятилетия развития научной медицины показали, что Бутейка был абсолютно прав, в том числе и потому, что углекислый газ нам нужен для того, чтобы нейтрализовать избыток активных форм кислорода, и поэтому остановить вот эти свободно-радикальные процессы, поражающие органы и ткани. Поэтому углекислый газ является нашим с вами природным средством антиоксидантом. Анти- это значит против оксиданта, это против активных форм кислорода, против окислителей. Это наш внутренний фактор, который всегда у нас с вами есть, и если мы следим за своим дыханием и умеем его управлять, мы можем, в общем-то, поддерживать его концентрацию на необходимом уровне. В целом, антиоксидантные вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы, они их связывают, они уменьшают их количество, значит, замедляют процесс старения. Ну вот, да, действительно, в 80-е годы был большой именно, как говорят журналисты, бум, считалось, что антиоксиданты нас вылечат от всего и от всех, и с тех пор, наверное, наиболее известный для широкого округа населения это витамин Е. Разные формы витамина Е в капсулах есть, какими-то добавками и так далее, он является достаточно хорошим антиоксидантом. Но должна быть определенная его мера, чтобы, в общем-то, не было передозировки, тем более, что сам витамин Е может превращаться в свободный, в активный радикал, поражая окружающие клетки. Поэтому он должен быть в определенном минимальном содержании в пище, как жироастворит витамин, но злоупотреблять им нежелательно. И вот одно из интереснейших научных открытий в области антиоксидантов, своего рода прорыв в этой области, совершил наш российский ученый Скулачев, директор Института специфической физико-химической биологии и, как дают эксперты, самый цитируемый в мире российский биолог. Так вот, он предложил использовать антиоксиданты, специально подготовленные с положительным зарядом, чтобы внутри метахон реактивную форму кислорода нейтрализовать. Эти оксиданты получили американцы, кстати, назвали их ионы с Кулачева. Лабораторные работы прошли успешно. Это очень такие маленькие по размерам полтора нанометра молекулы, которые активно действуют, пропадая именно внутрь митохондрии. Почему академик Скулачев обратил на это внимание? Потому что основная масса тех антиоксидантов, которые предлагаются в разных наборах биодобавках и прочее, они внутрь митохондрии почти не попадают. Поэтому получается 160% свободных радикалов, если вы тем более не следите за дыханием, они неуязвимы. А ионы Скулачева, они как раз хорошо попадают внутрь митохондрии, нейтрализуя избыточные радикалы. И у академика Скулачева появился ряд препаратов, в том числе неплохие препараты, насколько я помню, для лечения катаракты. Если у кого-то какие-то проблемы, у родственников у вас с катарактом есть, поищите, в интернете там много информации, и эти капли глазные, они в общем-то в продаже уже есть. Бизотимин, по-моему, как-то так называется. Но нет худа без добра, в природе все имеет полярность, поэтому оказалось, что свободные радикалы не только несут нам вред, разрушая молекулы, мембраны, липидные образования, но и имеют определенную пользу. Во время вебинара иммунитета и дыхания я об этом говорил, что свободные радикалы используются в виде определенных реакций и дыхательный взрыв, так называют специалисты, когда вырабатывается огромное количество свободных радикалов для поражения различных инфекционных агентов. Это их огромный плюс. Плюс свободные радикалы используются как средство окисления уже отживших молекул. И что очень интересно, к этому мы подойдем. Кстати, помните про индуса, который седал полкило миндаля? Вот это очень важный момент. В 87-м году, в прошлом столетии, в 87-м году, стало известно, что оксид азота, свободный радикал, он является фактором, который влияет на состояние сосудов, релаксацию сосудистой стенки. Еще там очень много функций, мы об этом говорили в разных вибинарах, оксид азота влияет и на состояние иммунной системы, и на работу нервной системы, интереснейшая молекула. Да, кстати, вот эффект оксида азота, он потом проявился в процессе разработки и создания всем известной виагры. Прямой эффект влияния оксида азота на состояние сосудов у мужчин в мужском половом органе. Вот оксид азота, где интересно проявился. Всем известно, что мы когда говорили про географию долгожителей, очень много долгожителей высокогорья, вот Тибет 4000 в среднем, а высота в Реста 8500, почти 9000. У них низкий уровень кислорода у тибетцев, и когда стали их исследовать, оказалось, что несмотря на низкое содержание кислорода в атмосфере высокогорья и снизенного содержания естественно в крови, но не может в крови кислорода быть больше, если в в тюнтере меньше, потребление кислорода клетками, у долгожителей высокое, близко к тому, что у нас с вами на равнине. Это пытались объяснить некоторым избытком гемоглобина, но потом, когда открыли оксид азота, стали проверять тибетцев, и оказалось, что у жителей Тибета оксид азота значительно высоком уровне присутствует, бывает даже отдельный феномен в 10 раз больше нормы. Естественно, если его очень много, то он как раз улучшает работу капилляров и малый объем кислорода в крови, тем не менее, увеличивается качеством кровообращения. Поэтому секрет здоровья долголетия жителей Веселогории, в том числе, связан с оксидом азота. Нам с вами в горы всем не уехать, там жить не всегда интересно, но оксид азота мы можем с вами у себя нормализовать и не посещая Тибет и Эверест. Почему? Потому что я же параллельно занимался системой долфин, промывания носа, физиология носа и так далее, и так далее, оказалось, что больше всего оксида азота продуцируется, образуется в верхних отделах дыхательных путей. При этом в полости носа до 90% этого газа. Это очень сложный биохимический процесс, он такой интереснейший, но если его объяснять, я там отдельную лекцию читать. Так вот, действительно, полость носа является резервуаром образования оксида азота, и это имеет еще огромное значение. Почему? Потому что оксид азота является бактерицидным фактором. Фактически, можно сказать, он стерилизует вдыхаемый воздух. Но при этом он влияет на состояние капилляров и на кровообращение, и на оксигенацию, то есть на состояние крови кислородом. И когда физиологи, это я уже смотрел спортивную физиологию, когда физиологи стали изучать не только содержание кислорода, углекислого газа, но и концентрацию оксида азота, оказалось, что выполнение задержки дыхания приводит к увеличению оксида азота. Но 30 секунд больше не надо. Поэтому, если вам нужны какие-то простые оздоровительные тесты с задержками дыхания, 25-30 секунд больше не надо. Если проверить просто резерв, ну, сделайте паузу там полторы-две минуты, сколько можете не дышать. Если какой-то такой мягкий оздоровительный эффект, то задержка дыхания на 20-30 секунд как раз тот способ, который поможет вам поднять концентрацию оксида азота и какие-то сбои в организме отрегулировать. А на 30 секунд задержку дыхания может сделать, ну, очень многие, за исключением тех, кто уже задыхается и еле шевелится. так как оксида азота у нас с вами под рукой, очень хороший фактор для регуляции и тканевого дыхания и биологических процессов. Углекислый газ. Все мы с вами знаем, что есть метод бутейка, сильный, но сложный для обучения, для выполнения. Дальнейшее развитие медицины привело к тому, что углекислый газ стали использовать не для вдыхания смеси, если мы с вами вдыхаем воздух с высоким содержанием углекислого газа, это возбуждает дыхательный центр и мы по неволе начинаем отдыхиваться. Но научились углекислый газ использовать другим способом. Метод называется карбокситерапия. Карбокситерапия это как раз СО2 углекислый газ. Чистый медицинский осушенный углекислый газ специально вводится с помощью иглы подкожно. Ну, например, в области ног, если там люди уже прокурили свои сосуды и ноги холодные, либо больные с диабетом у них очень часто ангиопатия бывает и проблемы там до ампутации доходят. Местный, когда углекислый газ мы вводим подкожно, во-первых, он медленно всасывается в кровь и медленно действует и он не вызывает возбуждение дыхательного центра, но местные эффекты оказывают хорошие. А местные эффекты это улучшение работы капилляров и в жировой ткани и в мышечной. Углекислый газ известен, он влияет на отделение кислорода от гемоглобина, то есть в ткани идет больше кислорода и улучшается циркуляция крови в тканях, значит и их очищение. Два варианта карбокситерапии известны, это медицинская лечебная для различных целей в плане лечения там позвоночника, мышечных болей, нарушения сна и эстетическая это проблема внешнего вида. То есть не обязательно делать подтяжки, вшивать золотые нити, вот пожалуйста морщины, недостаточный тонус кожи, целлюлит, излишний жировой компонент, все это можно улучшить, либо убрать с помощью карбокситерапии. Процедура в принципе достаточно известная, не сложная, не очень дорогая и в принципе безопасная. Еще варианты применения углекислого газа, кроме дыхательных практик, это применение углекислых ванн, когда углекислый газ уже закачивается в водную среду. Ну до 12-15 процедур, до 15 минут. Ну поскольку мы с вами знаем, что кожа обладает функцией всасывания и примерно 2% от общего объема процесса дыхания приходится на кожу, то вот здесь углекислого ванна на кожу оказывает определенный эффект и местный, и общий. Поэтому используются либо углекислые ванны с подачей углекислого газа в воду, либо сухая углекислая ванна, ну говоря простыми словами, бочка, куда она качивается углекислый газ, либо специальная установка реабокс. Показания это прежде всего сосудистые заболевания, если нет тяжелой гипертонии с кризами, если нет тяжелой стенокардии не рекомендуется, это недостаточно скоробращение, стенокардия 3-4 класс, это тяжелые с одышкой и так далее, частые кризы. Ну в принципе тоже в общем-то я знаю, люди пользуются и хотя бы так здоровье укрепляют, потому что метод бутейка не всем по забану. Но кроме оксида азота углекислого газа используется кислород, то же самое в виде ванн, когда в ванну подается достаточно высокая концентрация кислорода до 15 минут, человек находится в этой ванне, естественно ликвидируется кислородная недостаточность, отсюда улучшение состояния нервной системы, улучшение кровоснабжения и кровотока. Это условно говоря, скажем так, насыщение кислородом. Но возможно и применение скажем так, кислородной терапии в обратном варианте. Не насыщение кислородом, а временная тренировка к недостатку кислорода. Вот как отмечает академик Шабалин, что при кратковременной гипоксии, то есть если мы на 10 минут перестанем дышать, нас уже сюда не вернуть, а минута полторы, максимум две, когда вы восстанавливаете дыхание, начинает активнее работать сердце, больше прокачивается кровь, и расширяются сосуды головного мозга прежде всего, потому что он крайне важен для жизнеобеспечения также сердца и другие органы. Поэтому произвольную гипоксию вызываем, выполняя дыхательную гимнастику. Ну, возьмите, например, гимнастику Стрельниковой. Короткий вдох. Человек дыхает меньше, чем обычно. Формируется гипоксический стимул. Либо банальные задержки на вдохе и на выдохе. Это вот варианты гипоксического дыхания. Ну и поскольку Шабалин занимается данным вопросом именно таких вопросов адаптации, активности организма, не лекарственной медицины, отмечая, что при наблюдении за горцами оказалось, что кислородное голодание дозированное омолаживает организм. Известно, что есть методики нормобарической гипокситерапии, разработанной уже в виде стандартов в медицине. Называется нормобарическая гипокситерапия. Когда подают человеку воздушную смесь, содержащую, видите, 10, даже 12%, 10% кислорода. Не 18, 21%, но в среднем 20% где-то на равнении содержания кислорода во вдыхаемом воздухе. Практически в два раза меньше мы даем кислороду, но организм мобилизуется. 5 минут подышали цикл с гипоксической смесью, 5, спокойно, опять гипоксия, опять спокойно. И вот такие циклы, вдох, выдох гипоксический, обычный, активируют различные процессы, прежде всего улучшают кровообращение в тканях и захват кислорода клетками, то есть как аварийная реакция, адаптационная. Поэтому она оказывает самые разнообразные эффекты, прежде всего это, опять же, нерроциркуляторная дистония гипертонического типа, гипертония, стабильная стенокардия, даже постинфарктный кардиосклероз. Но не рекомендуется в тяжелых состояниях, в инсульт, если был особенно тяжелый, и 6 месяцев после инфаркта надо пойти, чтобы организм более-менее стабилизировался. Но тем не менее эти процедуры выполняются, я их в институте физиологии у Сергея Георгиевича Кривосекова видел. Что интересно, что многие пациенты после 2-3 сеансов с удовольствием идут на процедуры, потому что легкая гипоксия она еще и стимулирует выброс эндорфинов, то есть тех веществ, которые обеспечивают бодрость, тонус, настроение. И поскольку старость это все-таки состояние сердечной патологии, и многие пациенты боятся всего подряд, я специально сделал некоторые ссылки из серьезных научных исследований, о том, что даже если у людей вот видите, ХСН это хроническая сердечная недостаточность, 3-4 функциональный класс это уже как бы так, ну, дальше некуда. Даже если такие слабые больные, причем видите, экстрасистерия желудочковая, антиантикулярная блокада, это тяжелейшее нарушение ритма сердца, даже если эти безнадежные лекарства, больные, начинают проводить тренировку дыхательной мускулатуры, через 4 недели дыхательной мускулатуры улучшение кровотока в конечностях в покое. И это хорошо помогает подготовиться к операции аортокоронарного шунтирования и снижает риск развития легочных рассложнений. Это научная работа, это наши российские ученые, работа научная сделана, а в практике это используется крайне редко, к сожалению. тоже близко к этому работа о применении физической реабилитации для пациентов, которые уже на грани жизни и смерти, но смотрите, меньше 150 метров человек может пройти без остановки, дефицит массы тела, кихоксирия, это истощение, дистрофик. И как отмечаю специалисты, это тоже материал исследования, что им общие физические нагрузки не показаны, но нужно рекомендовать медленно и глубокое дыхание с полонгированным длинным выдохом, вдохом, 4-5 циклов в минуту. Нагрузки в форме дыхательных упражнений с затрудненным выдохом приводят к системному влиянию на организм. И вот эти-то нагрузки мы и обеспечиваем используя дыхательный тренозор фоллова. Некоторые примеры я вам покажу, когда люди, которые уже в медицине не нужны, там уже лечить нечего, начинают заниматься дыханием и очень прилично себя чувствуют. Поэтому тренировки дыхания нужны всем и каждому просто нужно подбирать. А ну вот, кстати, это вот исследование, а вот некоторые примеры по этой теме. Это из моего любимого города Архангска, я там жил, учился и работал. Мне отписали, видите, 56 лет человеку, уже было 2 инсульта и стенты, это в сердце вшивают сосуды. 5,5 месяцев дышит. 2 секунды вдох, 40 секунд выдох. Нормально. Лучше спит, перестал вставать. спокойнее стал, и здоровье улучшилось. Это из по Волжи мужчина. Ну, пример, когда жизнь, в принципе, уже заканчивалась, я практически не мял, тут некоторые просто ошибки грамматические брал. Дышать начал, потому что погибал. Помощи ждать было неоткуда. За 10 лет так привык, что ежедневно подышать все равно, что сходить в туалет. То есть, тоже рефлекс такой на здоровье. Вот, жена начинала дышать, но не захотела. Я считаю, что нужен сильный характер. Ну, может быть. Все, кто на меня смотрит, никогда не верят, сколько мне лет. И вот видите, что близких, друзей нет, все погибли от чересчур насыщенной жизни. ПДА это продолжительность дыхательного акта. 5 секунд в год, но он очень аккуратно занимается. Здоровье улучшается. Вот даже вот я тут ошибку еще не исправил. Возникает проблема, что останусь один, детям я не нужен. Но немощным я никогда не буду. Я умру здоровым. Действительно, главное, прожить свою жизнь пусть 80 лет нового здоровья в своем уме и лежащим трупом. Ну, и потом он писал, сколько он там гирю поднимает. Он, по-моему, раз в 60, что ли, гирю выжимает и так далее. в конце он пишет, могу практически свалить любого молодого мужика. Но дыхание, это энергия. Мы об этом в одном из вебинаров говорили. Вот моя подруга из города Хабаровска. 34-й год рождения. Таких медицина не лечит. Сами понимаете, что там лечить? Старая все. В чем сама врач когда-то еще с БТЭЙКой общалась. Вот она больше года назад начала со мной заниматься. Пишет отчеты по электронной почте, иногда звонит. Действительно, человек вернулся к жизни с четвертым правомником в Москве. Никогда бы не решилась на поездку на самолево. Там, между прочим, летела из Хабаровска с Дальнего Востока, если бы не услышалось мое здоровье. Поэтому 81 год по паспорту, по настроению, я так понимаю, что где-то может быть 65, не больше. Человек в тонусе и регулярно занимается по часа вечером перед сном для здоровья. Это не затраты времени. Вот тоже мой американский друг, наш русский пенсионер. Я о нем в книге пишу. 33-й год рождения. Даже в Америке такие уже в медицине неинтересные. Был инфаркт, были шунты. В 2011 году он начал у меня заниматься на тренажере, постоянной перепиской. Вот видите, была аритмия в 2010-м. А потом на кардиограмме ее уже нет. Проба штанги это задержка на вдохе, дыхание, 110 секунд. А генчи это на выдохе, 70 секунд. Это он мне прислал отчет в 1 октября этого года. Нормальный, здоровый, бодрый мужчина. Ну, возраст есть, но возраст не мешает себя нормально чувствовать и жить в тонусе. Это дыхание, которое доступно для каждого. Но все-таки есть еще иные способы воздействия через дыхание на организм, на нервную систему, на все процессы, которые известны медицине еще со времен Айурведы. Это ароматерапия. Наша медицина, не только российская, она к этому относится так снисходительно. На самом деле надо понимать, что молекулы эфирных соединений попадают на обонятельные рецепторы. Вот здесь верхние отделы верхнего и немножко среднего носового хода. Здесь нейроны прямо выходят наружу, как рожевая собака на границе. Попадает молекула на специальную структуру обонятельную луковицу и тут же попадает моментально, через полсекунды, на комплекс нервных структур. Мы вот говорили там гипоталямус, гипопиус, вот здесь они соединены в один ансамбль нейронный, называется лимбическая система. Но слово лимб круг по-гречески. Так вот, по этой системе идет импульс и эта система управляет всей нашей внутренней жизнью. Легкие сердца, гормоны, иммунитет, все это регулируется, контролируется лимбической системой и отчасти молекулы, не молекулы, импульс, который возникает при воздействии эфирных молекул на обонятельный рецептор попадает в лобную кору. Поэтому мы знаем, что на вкус свет товарищей нет. Кому-то нравится запах ромашки, кому-то нравится запах апельсина, а кому-то запах елки. Это наше индивидуальное предпочтение и случайно есть такая диагностика, как диагностика с помощью эфирных масел. Она позволяет определить и некоторые особенности, скажем так, в плане аэроидических программ, но и даже некоторые типологические особенности и диагностику, какие проблемы психологического человека накопились. Так вот, вот эта лимбическая система, она реагирует на эфирные масла и дает определенные потом уже команды на внутренние органы, на сердце, на легкие, на почки, на пищеварение и в том числе на те процессы, которые связаны со старением органов и тканей. То, что дальше будет сказано по эфирным маслам, это только из научных работ. Это никакие бабушкиные рецепты, это то, что описывают специалисты, которые этой темой занимаются. Но общие вращения к этому далеки. Так вот, эфирные масла связывают свободные радикалы. Надо нам это для борьбы со старением? Надо. Улучшают резервы антикисительной системы? Надо? Надо. Модулируют, то есть управляют активностью гормонов и повышают либо снижают их. Регулирующий эффект. Потребность кислорода клетками организма регулируют. Поэтому исключает возможность избыточного потребления кислорода клетками, из-за чего возникает избыток радикала. Повышение функциональной активности респираторной системы. Мы знаем, что она с возрастом слабеет, стареет. Поверхная активность сурфактанта это та композиция молекул, которая обеспечивает эластичность легочной ткани и стимулирует нервную систему. Мы знаем, что с возрастом нервная система слабеет, нормализует сон, что очень важно в пожилом возрасте, уменьшает раздражительность эмоциональную лоббильность, возбудимость. Мы знаем, как пожилые люди иногда слишком бурно реагируют на какие-то самые простые бытовые моменты. Здесь как раз эфирные масла очень хорошо работают как корректоры, причем безопасные. Климактерический период, который достает и мужчин, и женщин. Перестойка гормональной функции половых органов, в том числе регуляция их функции. Эфирные масла. Мира может быть дефицит, ладан найти не проблема, ланка в аптеке не очень дорого. Профилактика старения, эфирные масла, жасмин, мята, лаванда, пихта, розмарин, монарда. Все есть, шалфей есть, полынь есть. Атероскироз, пожалуйста, профилактика, эвкалипт, лаванда, базилик, роза. Иммунодефицитное состояние, пихта, анис, лавр, эвкалипт, базилик, жасмин, масло гвоздики, которое регулирует и Т-клеточный, и Б-клеточный отдел иммунной системы. Это разный этимус. Оп, у меня показывает батарея сильно разоржена. Дим, извините, у нас тут технический момент. Сейчас, чтобы не отключился у меня. Просто мы работаем в отдельном помещении, здесь немножко технические условия. Специфические. Так вот, эти эфирные масла нужно использовать в виде ингаляции через нос. То есть, ароматерапия, это воздействие на обонятельные рецепторы прежде всего. Если вы будете делать ингаляции через рот, это будет ароматическая ингаляция, воздействие на слизистую оболочку полосирта, горла, трахеи, бронхов, но на обонятельные рецепторы это будет оказывать малое влияние, если вы будете выдыхать через нос, может быть. Если вдох, выдох через рот, то на обонятельную зону эфирные масла практически не попадают. Ну вот с климаксом мы с вами разобрались. Конкретно по системам наиболее важным с учетом старения и проблем. Нервная система. Я выбрал те масла, которые имеют отношение сразу к нескольким системам, чтобы можно было, как говорится, одним ударом нескольких зайцев шлепнуть. Нервная система. Чем интересна лаванда, эфирное масло лаванды с учетом возрастных нарушений? Эфирное масло лаванды положительно влияет на гемодинамику. Гема это кровь, динамика это движение на кровообращение головного мозга. Плюс одно из показаний бессонница. Пожалуйста, пользуйтесь. Только польза. Ну естественно, вот еще магнитное возмущение, это синхронозы и нарушение циркадного ритма. Сейчас отменяются там часовые эти зоны. И суточный световой режим. Все это оказывает нагрузка на организм. Лаванда помогает это все хорошо нейтрализовать. Следующий помощник нервной системы пожилого... Мята, перечное масло, которое эфирное масло, которое можно найти без проблем везде. Снижение эмоционального напряжения. Это если есть проблемы на работе в семье или вообще. Уравновешивает функции вегетативной нервной системы. Это тот отдел нервной системы, который управляет в регуляции наших внутренних функций. Положительно влияет на гемодинамику головного мозга. Ну и кстати, вот видите, увеличивает объем кратковременной памяти. А мозг уже за 27 лет начинает страдать, поэтому и молодым пригодится. Вказания самые разные, но опять же, пожилой возраст, это отдельно в руководстве по ароматерапии в показаниях к эфирному маслу. Мятая, перечная и кароматерапия указана. Третий помощник для наших нервов. Розмарин лекарственный. Прекрасное средство для улучшения памяти. Повышение мозгового кровообращения. Но предупреждение, при гипертонической болезни с высоким артериальным давлением, то есть не первая там стадия, а когда уже вторая стадия, тем более если были кризы и так далее, розмарин здесь не подходит. Можете заменить его на грейпфрут. Он повышает выделение нейропептидов, это те молекулы белки, которые часто переносят нервных импульсов. Ну и вообще очень приятный сам по себе запах. Иммунитет. Опять наша с вами уже знакомая лаванда. Но она кстати обладает радиопротекторным действием, поэтому если кому-то приходилось получать онкологическую терапию с облучением, пользуйтесь лавандой. Повышает резервные возможности костно-мозгового кроветворения. Разные заболевания дыхательных путей. Лейкопения это мало лейкоцитов, вторичные иммунодефициты. Ну после инфекции либо антибиотиков, либо химиотерапии при онкологии. Легкие. Лаванда здесь опять в плюсе. Почему? Потому что хорошее очищение легких. У пожилых людей часто бывают бронхиты такие затяжные. Сурфактант легких это тоже обеспечивает эластичность легких. А значит это качество работы легких как органа. Мята перечная. Повышает жизненную емкость легких. И сурфактантную активность. Опять же ткань легких лучше работает. Бронхолитический это значит снимает спазм бронхов и улучшает вентиляцию легких. Поэтому мята перечная рекомендуется даже при бронхиальной астме. Почему? Потому что в эксперименте она снимает спазм, который вызывается гистамином. Это в общем-то процессы связанные с аллергией. Сердце, сосуды. Это вот у нас с вами сердце. Слева вверху. А здесь сосуд с бляшкой. Опять же мята перечная. Нормализует липидный обмен. Улучшает процессы проводимости. Это нервный импульс при аритмии. Очень важно. Улучшает процессы проводимости и работоспособность сердца. У больных гипертонии снижает артериальное давление. Кровяное. Высокое. При нормальном давлении не влияет на давление никак. Так. Пользуйтесь. Пригодится. Опять же родная лаванда. Как тут не вспомнить Софира. Таро лаванда. Горная лаванда. Нормализует липидный обмен. В эксперименте способна очищать аорту от атерогенных бляшек. Но это курсы дыхания. Не один цикл. Может быть там каждые полтора месяца. Недельки по три ингаляции. Положительно влияет на параметры сердечно-сосудистой системы у больных ишемической болезнью сердца. Ишемическая болезнь сердца. Это стенокардия. Ну и постинфарктное состояние. Тот же самый розмарин, который хорошо влияет на функцию памяти. Он снижает уровень общих липидов. Снижает фракцию холестерина, обладающую антиатрогенным действием. Повышает. Снижает коэффициент атерогенности. Повышает мозговое кровообращение. Пожалуйста. Поэтому если атероский рост, поражение сосудов мозга и сердца. Тем более розмарин будет полезен память. Улучшит работу сердца с сосудами. Ну поскольку любви все возрасты покорны, а климакс сопровождается определенными изменениями в регуляции гормональной функции. И вообще традиционно эфирные масла они достаточно широко использовались для оптимизации интимных отношений. Поэтому, наверное, два масла, которые подходят мужчинам и женщинам, это эфирное масло почуль. Вот оно полезно для мужчин и для женщин. Вот оно здесь идет. Вот. Если у женщин на фоне климакса еще и повышается аппетит и вес, эфирное масло почули снижает повышенный аппетит. Поэтому и с интимной жизнью будет нормально, и лишний вес не будет нарастать. И второе такое приятное масло по запаху, по аромату Виланг-Аланг. Оно тоже является маслом, которое подходит и мужчинам и женщинам, и облегчает протекание климакса. Устраняет фрегитность этого женщины, потенцию у мужчин. То есть эти эфирные масла необязательно использовать только перед интимной встречей. Их можно просто, ну как сеанс ароматерапии и профилактики вечером проводить в плане поддержки в нормальных процессах на фоне уже климатерических изменений. Эфирные масла можно использовать, например, в виде горячих ингаляций. Это наш ингалятор запах и здоровье. Вы здесь по отдельности эфирные масла закапываете, и они испаряются, не смешиваясь, не нарушая свой химический состав. Но если проводите ингаляцию зимой в холодное время, минут 20-30 побудьте в помещении, чтобы все там хорошо впиталось и дыхательная система не переохладилась после горячей ингаляции. И хорошая разработка сибирских ученых – это ультразвуковой ингалятор ЭФА, который проводит процедуру обработки эфирных масел. Образуется аэрозоль с очень маленькими частицами. Эти частицы не теряют целебные свойства, но очень хорошо всасываются в дыхательные пути. причем можно проводить в процессе пребывания в помещении. И при церебровоскулярной патологии – это нарушение сосудов мозга. Церебровоскуляр – это сосуды. Вот рекомендую специалисты лимон, лаванда, мята, розмарин, полынь. Можно по отдельности, можно в комбинации по одной-две капли накапать, и он хорошо испаряет. Поэтому ароматерапия доступна для каждого, и по цене, и по возможности найти эфирные масла. Это не дефицитные какие-то. Просто это нужно ввести в программу оздоровления и профилактики. Вот что можно из фитотерапии подключить. Поскольку мы с вами в самом начале говорили, помните, о том, что замедляется скорость кровотока по капиллярам, уменьшается объем вентиляции, уменьшается содержание кислорода в тканях и так далее. Фитотерапия и питание – это, прежде всего, антигипоксанты, растение, которое улучшает переносимость гипоксии, снижение содержания кислорода, даже во время метеоболь. Наверное, наиболее доступные я нашел, травы, которые везде можно найти. По крайней мере, очень полезный – это наш с вами любимый боярышник. Доник тоже везде найти можно. Календула – не проблема. Крапива у нас в России богата, может весь мир завалить. Пизма, подорожник, рябина – все это есть. Синюха, голубая – еще дает хороший эффект успокоительный. Это можно делать либо в комбинации 3-5, трав, сбор, делать отвар, либо штук 1-2. Они практически не имеют противопоказаний и переносят себя хорошо при длительном курсовом применении. Ну вот, наш красавчик, любимчик – боярышник. У нас тут на рынке пенсионеры постоянно продают его. Очень хорош для коронарных сосудов – это сердечные сосуды, сосуды головного мозга. Улучшает насыщение клеток кислородом миокарды, нейроны. Что очень важно – боярышник не снижает нормальное давление и не ухудшает состояние при пониженном давлении. А при повышенном давлении дает гипотензивный, то есть понижающий эффект. И вот я специально подчеркнул, что отсутствие токсического действия при длительном приеме, длительное – это может быть 2-3 месяца даже, позволяет насыщать даже пациентам с нарушенной почечной функцией. То есть, если почки слабые, то боярышник, в общем-то, можно применять длительно без проблем. А мы знаем, что при заболевании почек нередко вторично возникают гипертонические нарушения, нарушения гипертонического плана типа почечной гипертонии. Вот интересное исследование, которое я даже в своей страничке «Водоклассика» в ВКонтакте везде выложил, что исследование американцев длительные 7 лет показало, что у женщин потребление чая из ромашки на 29% снижает риск смерти по любым причинам, даже у курящих женщин, которых, к сожалению, у нас много. Поэтому, если есть желание за собой следить, особенно если есть уже нарушения по уровню сахара при диабет либо диабет, ромашка вам в помощь. Каждый день один, может быть, даже и два раза в день. Я вот пробовал, мне, в принципе, вкус нравится. Ну и попробовал, чтобы понять, о чем речь идет. Вот, в огороде бузина в Киеве дядька я специально это растение высыпил, потому что цветки бузины, это уж на следующий год, запомните себе, содержат гормон, который стимулирует эндокринные железы. И растение считается способствующим долголетию. Это из фитосправочника. Дальше, из растений, которые могут быть полезны. Естественные стимуляторы иммунитета. Видите, их тут море. Ромашка, кинесея. Ну, лимонник всем известен. Золотой корень, красный корень. Сейчас в аптеке найти можно. Алоэ, лук, чеснок, мята, литва бузина, аж помните. У нас еще с вами есть, что можно использовать для иммунитета. Но обращаю внимание тех, у кого иммунитет слабый, либо были тяжелые инфекции, тоже туберкулез, онкология и так далее, что для увеличения образования лейкоцитов, это белые клетки крови, которые активно работают против инфекции, хвощ полевой, у нас его немерено, и доник лекарственный тоже растет. В России купить в аптеке можно без проблем. Вот, и что еще отмечают тут? Зверобой тоже наш родной, календола, дуванчик, душица, сушеница, тупина, кстати, интересная трава для иммунной системы, очень хорошая. И усиливают иммунные реакции, биогенные препараты, то есть это уже не растения, а мумиё и прополис. Мы сейчас немножко проводим новую работу в плане изменения рецептуры средства долфин для промывания носа. Я изучал тему мумиё, поэтому вот я мумиё отдельно вам подчеркнул, и немножко вот такую станичку сделал мумиё моё. Доктор Шпирт, эта статья была еще где-то в советское время опубликована, он отмечал, что янтарная кислота, а ее в аптеке можно купить недорого, она продается везде, обладает омолаживающим эффектом, а если янтарную кислоту принимать совместно с мумиё, то можно прожить столько, сколько захочешь. Ну, как минимум те 120 лет, которые в книге бытия обозначены, можно попытаться достичь. И что отмечают специалисты, что мумиё содержит около 60 различных химических соединений, по крайней мере 40 жизненно важных микроэлементов. Мы с вами знаем, что Россия является основной немало регионов с дефицитом. Дефицит селена, дефицит цинка, дефицит йода и так далее. Когда начинаю смотреть, думаю, сейчас эти все биодобавки, типа йод актив, селен актив и так далее собирать, так их столько надо выпить, что уже есть не захочешь. В мумиё они все входят. И находятся, как отмечают биохимики, фармакологи. Содержатся в наиболее доступной для организма форме. И является ценнейшим средством коррекции микроэлементного обмена при различных заболеваниях. Причём не оказывает токсического влияния на различные функции почек и печени, даже если процессы были воспалительные. И улучшает мозговое кровообращение. Что надо всем нам с вами, если уже возраст постучался в двери. Кстати, вот в отношении борьбы с атеросклерозом, с лишним холестерином, вы знаете, есть класс препаратов статины. Их очень активно назначают. Они пользу определённую имеют, но они имеют и нежелательные эффекты. Один из очень квалифицированных фитотерапевтов в России, он в Петербурге работает, секретарь сексофитотерапии Санкт-Петербурга, Алифиров Андрей Николаевич. Вот, я кратко, но это очень важно, поэтому сделал выписку из его статьи. Бессмертник не хуже всякого статина снижает холестерин. Об этом что-то позабыли. Факт доказан научно. Я на себе проверял с анализами. И простой совет, который я всем пенсионерам, кто меня контролирует дыхание, занимается на тренажере, всегда даю. Вот, пожалуйста, простой совет. Купить упаковку календулы и бессмертника. Это стоит не сравнить с упаковкой статинов. Смешайте и перемешайте пополам, и одна столовая ложка на стакан. Сделали отвар, полстакана, три раза в день до еды. Хоть всю жизнь петь, хуже не будет. Ну, как заявляет очень ответственный и честный доктор, он очень много по онкологии работ, по фитотерапии в онкологии делает. Работает хорошо. Пользуйтесь, будьте здоровы. Для мужчин все-таки возраст вызывает определенные изменения не только в уровне гормонов, но и функции предстательной железы. Это рецепт, который я еще в советское время нашел в газете Труд 7. Смесь грецкие орехи, разнотравный мед один к одному настоять, а потом десертная ложка два-три раза в день с полчаса до еды. Месяц попили, месяц отдохнули, можно регулярно повторять. И оксид азота, о котором мы уже говорили, образуется у нас в организме из аминокислоты аргинина. Аргинин участвует в образовании белков, мышечной массы и так далее. Но аргинин содержится в миндале. И аргинин имеет важное значение для образования полноценной спермы. Почему арабские врачи его назначали? Болезненная мощность спускания часто бывает при аденоме предстательной железы. И в русской народной медицине об этом тоже не забывали. В одном из лечебников было написано «Мужской пол и женский приемлю сладкие миндальные ядра. Тогда множится сперма». Вот поэтому этот индус, который каждый день полкило миндаля съедал, он 94 года и стал папой, потому что у него подпитка была очень хорошая, натуральная. Миндаль полезен, оказывается. Ну, хотя бы 5-10 орешков, если есть проблемы. Ликопин – профилактика простаты. Это соединение очень важное для профилактики нарушения предстательной железы. Прежде всего, онкология. Ну и при аденоме тоже. Тыквы, красный перец, томаты и другие оранжевые и красные фрукты. Ну, что я вам отмечу, что он очень хорошо осваивается в смеси с жирами, поэтому греки и испанцы присутствуют в диете жареные помидоры. Это я отдельно тему делал по эротону, прибор для лечения нарушений эрекции и так далее. И выбирал информацию. Но, что отмечают диетологи, что упаривание и ужаривание помидоров приводит к увеличению содержания ликопина в конечном продукте. Поэтому, если мы с вами купим килограмм настоящих помидор, а не тех, которые привезли из Узбекистана, со своей грядки, там ликопина 50 миллиграмм на килограмм, в кетчупе будет 140, а в томатной пласти вот вам, пожалуйста, полтора тысячи миллиграмм на килограмм ликопина. Поэтому столовую ложку томатной пасты в любое время своему мужчине, если вы женщина, а мужчина, сами по себе используйте, польза будет и питательной, и профилактикой против рака предстательной железы. Что еще у светотерапии в общем плане? Общее омолаживающее. Солодка, как универсальный алтей, есть оралия, лук. Для худощавых людей лучше женщин и чеснок, а для полных и весел. При нормальном телосложении, вот, пожалуйста, шафраны, копни, колои найти можно. Мужчинам в плане омоложения полезны гвоздика, но шафран он дорогой, женщин тоже дорогой, чеснок, лук споржал найти можно. Женщинам, пожалуйста, солодка, жасмин, дудник. И ссылка, это тоже из статьи по фитротерпии, универсальный препарат для людей пожилого возраста, что мужчинам, что женщинам, облепиха. По крайней мере, у нас в Сибири ее не мерено. Она полезна для функций нервной системы, передачи нервных импульсов, зрения, находчивость, аскорбиновая кислота, витамины А и Е. Помните антиоксиданты, мы обсуждали витамин Е, антиоксидант, но витамин К, который нужен для сосудов. Кроме антиоксидантов, которые связывают свободные радикалы, есть такая группа средств, которая сейчас разрабатывается активно, называется геропротекторы. Защищающие от старения. К ним относятся и антиоксиданты, о которых мы говорили. Витамин А и Е, С. Микроэлемент Селен. Вам, пожалуйста, умею. Если нужны поливитаминные препараты, это, пожалуйста, есть пентавит, есть ундевит, есть квадавит. Это все еще с советских времен витаминные препараты, которые пока еще, к счастью, есть в аптеке. Я заходил для интереса, спрашивал у нас, какая-то белая, что ли, аптека называется. Ну, 50 таблеток пентавита, где-то 130 рублей. Нормально. Если уж надо, то это не такие затраты. Гормоны, в принципе, рекомендуется использовать для коррекции процессов старения, но только под контролем эндокринолога. Но они относятся тоже к группе геропротекторов, замедляющих старение. Энтеросорбенты. То, что поглощает и выводит токсины. Ну, вы знаете, есть способ лечения бурым рисом. Его отстаивают определенным образом. Есть полиэпифан, есть активированный уголь, есть полисорб. Неплохая штука. Все наши, российские. Независимо от количества, они всегда в аптеках есть. Адаптогены. То, что повышает неспецифическую активность. Это женьшень или таракокк, это левзея. Генка Белова очень хорошо описывает как эффект, снижающий активность процессов старения. Янтарная кислота в таблетках. В продуктах ее немного. Ее много в репе. На репе русские люди перестали выращивать, только сказки про нее рассказывают. Неотропы, препараты, которые улучшают обменные процессы головного мозга в центральной нервной системе. Их достаточно много, но тут нужно учитывать, что они имеют некоторые побочные эффекты. Поэтому, или с невропатологом посоветуюсь, или в аптеке посмотрите. Есть рекомендации при достижении в плане побочных эффектов, либо приеме при каких-то заболеваниях. Так, это у нас какой был слайд? Я уже немножко троплюсь, потому что время у нас. Мы все поговорим. Не волнуйтесь, хоть и два часа заряжено немножко больше. Ничего страшного, надо спокойно все разобрать. Так, это энтеросорбенты. Сейчас. А вот новые виды геропротекторов. Значит, облепиха, да? Геропротекторы по гормонам, мы с вами сказали. Энтеросорбенты, янтерная кислота, адаптогены. Так вот, сейчас я передвину. Новые виды, то, что сейчас изучается в науке. Оказалось, что препараты, которые применяются при втором типе сахарного диабета, таблеточки, оказывают некоторые эффекты, близкие к тем, которые нужны для замедления процессов старения. Их сейчас изучают, особенно в лицах, имеющих лишнюю жировую массу. Пептидные биорегуляторы, это работа группы Хавенсона в Санкт-Петербурге. Но два наиболее оправдавших наши надежды, это препараты из тимуса, из вилочкового железа. Та, которая, помните, мы показывали там, график старения ткани, одна из первых начинает создавать инволюция. Тимолин. Препараты из эпифиса, это интересная шишковидная железа, эпителамин, они уже существуют как фармпрепараты, показывают увеличение плотности жизни до 35%, на 30% в среднем. Ну, особенно тимолин, он полезен еще и для коррекции слабой иммунной системы. И три новых направления, которые я просто обозначу, их очень долго нужно объяснять. Это ингибиторы биосинтеза белка, если нарушаются белковые, там, процессы перекрестные связанные, иммунные модуляторы, тоже все это вот направления, которые только-только сейчас в науке сформировались как направление в изучении процессов торможения и старения. Калории и долголетие. Все-таки в отношении пищи важно не только качество, но и количество. Чем больше мы едим, тем больше риск образования свободных радикалов и, наоборот, чем меньше при ограничении калорийности, меньше свободных радикалов. Американцы посмотрели, они с этим давно уже работают, что мужчины, чей дневной рацион не превышает 1200 калорий, естественно, если они ни грузчики, ни на рисоповале не работают, болеют раком простаты раза в четыре, реже тех, кто получает в два раза больше. Поэтому обжор со мной всегда приводило к проблемам. Не только ожирение. Те продукты для торможения, для снижения старения, которые богаты так называемыми флавоноидами, это определенная группа химических соединений. Они содержатся в зелени, свежие овощи, зеленый чай. И исследование по патологии сердца и сосудов оказалось, что Италия, Китай, Япония, Кавказ, те регионы, где этих продуктов жители используют много, меньше проблем с сердцем, с сосудами. И витамин Е, о котором мы говорили, тоже относится к фенольным антиоксидантам. Плюс, помните, там вначале были ссылки на том, сколько, каких алкогольных продуктов Всемирная организация здравления считает вредным для приема, но оказалось, вот в Дании посмотрели, что если люди регулярно употребляют красное виноградное вино, то 50% снижен резко смерть от корональной болезни сердца. Ну, у нас с вами сейчас крымское вино появилось, у нас на сибирском рублей 160-070, типа Каберне, там Кадарка, что-то еще продается. Это на неделю вполне может хватить. Но если исследования не только в Дании показывают, что польза от этого есть, можно попробовать, если нет проблем со здоровьем и с алкогольной зависимостью. И еще один интересный наш ученый, зав кафедрой в Академии ветеринарной медицины и биотехнологии Журавлев, он темой энергетики занимался очень много, и вот в своих интервью и даже в медицинской газете он говорит о том, что антиоксидантов очень много в зелени, особенно укроп, петрушка, свежая капуста, и лучше всего их употреблять по утрам. Съел нормально и прихватка раннего ожирения. А потом я уже нашел комментарий, что многие люди интуитивно такой тип питания для себя подбирают и пишут о том, что в Канаде есть традиция начинать день с поедания свежего салата, лапука и зелени. Причем не майонез, а немножко йогурта, оливкового масла либо меда. Такой диетический, оздоровительный, антивозрастной завтрак. Но в целом, подводя и итоги исследований по диете, оказалось, что меню вечной молодости диетологи, геронтологи Америки и Европы, проверив разные регионы, разные диеты, оказалось, что для диеты важны антиоксиданты. Куда входят? Черный шоколад, кофе, кстати. Яблоки черника, черная смородина, а виноград красный. Но также черника, черешня, малина, апельсины, гранаты, сливы. Вот они наши с вами помидоры, где ликопин есть. Вот она зелень, брокколи, шпинат, красный лук, забыл его подширкнуть. И хлеб или хлопец с отрубями. Продукты с отрубями очень хорошо способствуют связыванию и уедению лишнего холестерина. Об этом немало писали. Я лично слышал это от известного. Сейчас его очень часто цитируют и показывают. Доктор Ковальков, диетолог. Мы были на программе «Малахов плюс». Мы потом в отдельном беседовании. Он говорит, да, я был недавно на конгрессе в Австралии. Там говорили о том, что регулярный прием пищевых отрубей помогает хорошо отрегулировать липидный обмен и постепенно брать лишний холестерин. Недорого и полезно. Ну, в первую очередь, как специалисты отмечают овощи, фрукты, биохимические элементы, удлиняющие срок жизни клеток. И микроэлементы, которые важны для работы и нервной системы, и иммунной системы. Есть очень хорошая лекция «Дыхание и метаболизм». Это на сайте normed.ru. Она в чем-то дополнит, в чем-то продлит вот этот наш с вами двухчасовой семинар, который, я думаю, многим был полезен. Пойдем по вопросам, да? Так, раздел «Вопросы» нажать, наверное, да? Ну вот, если пульс восстанавливается только через 3-5 часов. Это два момента. Во-первых, какая-то избыточная нагрузка. Во-вторых, неустойчивость в регуляции сердечной деятельности. Пройдите кардиограмму. Если там нет нарушения ритмопроводимости, то для восстановления пульса после физической нагрузки используйте регуляцию дыхания. Не случайно в русском языке у нас веками существует выражение «перевести дух». Это значит перевести дыхание. Если была физическая нагрузка и вы устали, сердце колотится, нужно спокойно сесть. Но лучше сидя, лежа не всегда хорошо. Но немножко развернувшись, обтянувшись назад, чтобы вы могли спокойно дышать диафрагмой. И делайте плавный вдох через нос, надувая живот примерно 3 секунды. И плавный выдох через нос, поджимая живот примерно 7 секунд. То есть 3 плюс 7 это у вас будет дыхательный цикл 10 секунд. Если у вас одно дыхание занимает 10 секунд, значит у вас 6 дыханий в минуту. Но нужно понимать, что именно в ответ на изменение ритма и режима дыхания меняется ритм и характер работы сердца. Поэтому если вы замедляете дыхание, то соответственно под медленное редкое дыхание будет поставиться сердечный ритм. И успокаивая дыхание, вы успокаиваете в том числе и сердце. Но когда сидите, садитесь именно так, чтобы вы сидели свободно, не зажимая диафрагму и ноги не сгибайте в коленях. Примерно градусов на 110 ноги, коленные суставы разогнуты, чтобы был хороший кровоток. Можно это же делать лежа на боку. Газировые напитки вряд ли увеличат содержание углекислого газа в крови. Почему? Во-первых, потому что углекислый газ, если его избыток, он быстро нейтрализуется в крови определенными соединениями. Есть определенные буферные системы. Это первое. Второе, если углекислый газ в крови увеличивается довольно ощутимо, то возбуждаются нейроны дыхательного центра, возникает ответная реакция на увеличение вентиляции легких и избыток углекислого газа выбрасывается. Поэтому накачать организм углекислым газом через органы пищеварения не получится. То же самое можно продолжить в плане кислородных коктейлей. По большому счету, это большое баловство. Потому что слизистая оболочка пищеварительного тракта, она не предназначена для всасывания газов. Во-первых. Во-вторых, если вы посмотрите, какой объем кислорода у нас походит в организм через сутки, и сколько там этого кислорода в этом кислородном коктейле. Ну, это так, для детей забава не более того. Для снижения веса, когда нарушен обмен веществ, что рекомендуете? Какой механизм действий, как использовать? Ведь и причины нарушения обмена веществ бывают разные, и сопутствующие заболевания разные. Я вам, Валентина Залисовская, да, я вам порекомендую посмотреть эту лекцию «Дыхание и метаболизм». Плюс на сайте нормед.ру, где эта лекция выложена, есть раздел «Форум», там есть консультации специалистов. Можете туда уже более подробно описать все ваши проблемы, чем подробнее, тем лучше, но ваше описание будет доступно для просмотра только мне. Никто и больше не посмотрит, потому что там специальный вход такой. И мы с вами потом можем поработать в плане того, как вам включить систему регуляции дыхания для улучшения метаболизма, какие варианты ароматерапии использовать для коррекции обменных процессов, а есть запахи, которые снижают аппетит. Их порядка 12, это невролог из Чикаго, Алан Херш, проводил исследование. Общие принципы по диете посмотрим, ну и, конечно, определенные специи уже по необходимости. То есть, в принципе, тут вопросы решать можно, главное понять, что это не какая-то одноразовая акция, что вот мы сейчас позанимаемся месяца-полтора, вес улучшим, метаболизм улучшим, потом будем опять жить как попало. Просто нужно начинать новую жизнь, уже с акцентом на свое здоровье и заботой о себе, потому что если вы о себе не позаботитесь, то еще о вас позаботятся. Мы сами уже взрослые люди видим, что в стране бардак, в медицине полный капот, поэтому надо за себя бороться. Вот для этого на ресурсе Ведопульс масса различных вебинаров, семинаров и так далее, говорится и то, что нужно, то, что полезно, то, что недорого, доступно и каждый может использовать. Спасибо вам за внимание, вопросы будут всегда на сайте, можете мне их задавать. Будьте здоровы, до свидания. Да, и живите долго и счастливо, ну хотя бы сто лет, а потом еще встретимся. До свидания. Всего доброго. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. До свидания. Продолжение следует...